Прекрасный день Вкус острова Привет и добро пожаловать на Оланд, это центр островного района Скандинавии. Тина Нордстром Спокойный уголок между двумя очень деятельными нациями, финнами и шведами. Меня сюда пригласил мой друг Миккель Бьорклунд. Он утверждает, вы не знаете, что такое отдых, пока не посетите Оланд. Морское путешествие из Швеции занимает примерно два часа. Ежедневно между Швецией и Финляндией курсирует порядка 30 комфортабельных паромов. Да, я не проделала весь путь на одном из этих судов, но это будет отличная история. Оланд – это автономная провинция Финляндии, где говорят на шведском языке. В этом архипелаге много утесов и островов, но лишь 65 из них заселены. У Оланда есть свой собственный флаг, почтовые марки и номерные знаки. Местные жители с интересом следят за шведской и финской политикой и новостями. Но когда дело касается спорта, они на стороне Финляндии. Оланд славится своими возможностями для рыбалки. Финское слово «Оланд» значит «земля окуня». Итак, основным блюдом сегодня станет запеканка из окуня с чориса и свежими томатами. Лет еще не закончилось, так что я приготовлю закуску из сезонных овощей с поджаренным и взбитым маслом. Но сначала немного дыни с норвежским омаром. Это мелон с норвежским омаром. В заливе Марьяхамн стоит четырехмачтовое судно «Померн». Это единственный сохранившийся корабль такого рода в мире. «Померн» в отличном состоянии. До 1939 года это судно занималось перевозкой грузов, сейчас его превратили в музей. Что думаете об этом судне? Вот это я понимаю, модерн. Сегодня у нас в гостях Миккель Бюрклунд и Сара. Она ведет финские передачи «Прекрасный день». Гости приедут чуть позже. Обещаю, мы приготовим отличную дыню с норвежским омаром. Для начала я приготовлю смесь с васаби для дыни. Впрочем, у меня здесь не только дыня. Это арбуз. А это типичная скандинавская дыня. Итак, займемся нашим соусом с васаби. Красный репчатый лук. Кладем красный лук в салатник. Оливковое масло. Сок и цедра одного лайма. Будьте осторожны с васаби, он очень острый. Столовая ложка меда. Замечательно. Польем дыню и арбуз соусом с васаби. Свежий укроп и петрушка. И смесь салатов. Оставим это здесь до момента сервировки. Я хочу приготовить смесь для темпуры. Это своеобразный кляр, который широко используется в восточной кухне. Для кляра нужно два яйца. Одна чашка пива. Одна чашка муки. Немного соли. И перца. Итак, моя смесь для темпуры готова. Подогреем оливковое масло и займемся жаркой. А вот и ты. Как раз вовремя. Да. Это Миккель Бьерклунд, мой бывший коллега. Мы вместе участвовали в конкурсе «Шведский шеф-повар года». Ты победил. Счастливый день. Хороший день. Да. Но это было семь лет назад. Хочу сказать, что сейчас я стала готовить гораздо лучше. Хорошо. Ты самый известный шеф-повар Олэнда, верно? Можно и так сказать. Здесь много поваров? Много. Много. Это маленький остров. В любом случае, я ужасно рада, что ты здесь и поможешь мне с готовкой. Да? Да. Это норвежский омар. Можешь разрезать пополам и окунуть. Так. Так. Отлично. Чем же так необычная еда на этом острове? На Олэнде много разной рыбы. У нас тут есть щуки. Отличная рыба. Окуни. Белая рыба. Какое событие здесь нельзя пропустить? Крупные мероприятия происходят в центре Марии Хамна. У нас проходит ПАВ Оупен, международное соревнование по пляжному волейболу. Может, мне тоже попробовать? Надо. Пора сервировать? Да, готово. Красиво смотрится. Хорошо. У меня будет еще гость. Точнее, гостья. Это Сара. Это прекрасно. Она скоро подойдет. Сюда. Мы закончили. Отлично. Привет. Привет, Сара. Как дела? Сара Лафонтен. Спасибо. Как добралась? Отлично. Кстати, это Микель. Это Сара. Привет. Привет. Приятно познакомиться. И мне. Сара, смотри. Здесь у нас дыни с васаби и пожаренные во фритюре норвежский омар. Я помогал. Аппетитно. Я так проголодалась. Это здорово. Что ты будешь делать на Олленде? Много всего. Займусь дайвингом. Дайвинг? Знаю. Ты уже пробовала? Не пробовала. Впервые? Да. А ты пробовал? Нет. А потом хочу встретиться с Джуди. Она прекрасная девушка и очень вкусно готовит. Микель рассказывал мне про международное соревнование по пляжному волейболу в Марии Хамне. Вы организатор открытого первенства по пляжному волейболу на этом острове. Я знаю, в прошлом вы были спортсменом. Верно? Да. Хавьер Босма. Я играл на Олимпийских играх 2000 года. Они проходили в Сиднеи, в Австралии. А еще представлял Швецию в Афинах в 2004. Впечатляет. А что будет сегодня? У нас на Олленде проходит международное соревнование. Соревнование по пляжному волейболу. В будущем году 37 стран будут состязаться на Олимпийских играх в Пекине. Сейчас лучшие игроки мира стараются завоевать право выступать на будущих Олимпийских играх. Удивительно, все это происходит на маленьком острове. Кстати, этот песок из Швеции, его привезли на корабле. Из Швеции? Да. Неужели на острове нет песка? Песок тут есть, но к нему предъявляют особые требования. Пришлось искать подходящий песок в Швеции и везти сюда. Скажите мне честно, вы можете научить меня играть или это слишком сложно? Нет, пляжный волейбол это просто, я могу вас научить. Отлично, приступим. Ладно. Итак, все просто, вы должны передать мяч мне. Делайте передачи или кидайте мяч над сеткой. Ладно. Как выяснилось, Оланд может порадовать не только профессиональным пляжным волейболом. Ежегодная концертная неделя привлекает сюда многих скандинавских музыкантов и тысячи зрителей. Что касается еды, обязательно попробуйте местный черный хлеб. Его делают на закваске. Я имела возможность поучиться его готовить у настоящего профессионала. Рядом со мной стоит Майлис. Майлис Хоггер. Мы находимся в ее собственной хлебопекарне, красивом маленьком домике. Она научит меня делать местный хлеб. Итак, придется говорить на шведском. Теперь мы будем использовать кокор. Кокор, да? Сюда мы будем использовать кокор. На дуэр, на дуэр. И вот, на дуэр, мы будем использовать кокор. И вот, что мы будем использовать кокор. Это будет примерно 24 минут. Это тесто закваска. Майлис приготовила ее 24 часа назад. Да, это будет очень вкусный хлеб. Как видите, тесто довольно темное. Майлис пояснила, что это из-за солода, который она добавляет в закваску. У хлеба очень сладкий запах. Ммм, здорово. Хорошо. Сейчас мы нарежем тесто и придадим кускам форму каравая. Поставим на полчаса, чтобы поднялись. А после этого поставим в печь. Думаю, выпекать этот хлеб Майлис научили мать и бабушка. Знание передается из поколения в поколение. Итак, хлеб выпечен. Теперь самое время покрыть его глазурью. Это особая смесь из милассы и обычного кофе. Смажем этим хлеб. Не жалейте смеси, она невероятно вкусна. Это и делает местный хлеб таким особенным. Сейчас мы вновь уберем хлеба в печь и оставим там на 6-8 часов. В результате у нас получится черный хлеб. Его следует есть со сливочным маслом, обычным маслом из этого региона. Вкусно. Вкусно. Я люблю спорт. Но мне кажется, пляжного волейбола мне хватило на неделю. Все тело болит. А ночью будут болеть руки. На Оланде много красивых, удобных бухт. Обязательно посетите их, если путешествуете на судне. Некоторые острова так близко расположены, что с одного на другой можно добраться на любом плавучем средстве. К примеру, на каяке. Но Оланд известен не только своими живописными пейзажами и богатой морской фауной. Он славится своими историческими памятниками. Более подробно об этом вам расскажет Сара в своей передаче. Да, я нашла типичную для Оланда бухту. Отличное место для приготовления моего второго блюда. Как красиво. Невероятно. Мы находимся в бухте под названием Корингсунд на западном побережье Оланда. Здесь так красиво, что даже не верится. Здесь много старых домов на сваях, а по другую сторону скал уже начинается открытое море. Рядом со мной находится Янас Бодега. Сегодня у меня есть публика. Привет, публика. Мне нравится быть на публике. Я такая. В любом случае, мы сейчас приготовим отличное блюдо. Вот мои корнеплоды. Здесь морковь, корень петрушки и пастернак. Вот здесь вода, которую я подготовила заранее. Здесь соль, перец, немного масла. Очень важно, чтобы у воды был какой-то вкус. Ее надо крепко посолить. Вот что мы сейчас сделаем. Добавим сюда крюндил. К сожалению, я не знаю, как он правильно называется. На самом деле, это обычный укроп, который зацвел. Вот он. Мы называем такой укроп крюндил. Морковь, пастернак. Мы разрежем их пополам. Начнем варить пастернак и корни петрушки. Они немного крупнее, чем морковь. Думаю, их надо варить на пару минут дольше. Кладем сюда. Важный момент. Когда отвариваете корнеплоды, не надо наливать много воды. В противном случае, все витамины и весь аромат уйдет в воду. Будет жаль. Вода должна только покрывать. Этого хватит. Очень важно. Пусть поварится пару минут, а потом я добавлю морковь. Я хочу сделать коричневое масло. Вот сливочное масло, которое почти что сгорело. Коричневое масло имеет привкус жареного фундука. Вкусно. Сольем это масло в салатник. Поставим его сюда. А вот здесь приготовлен лед. Я все тщательно перемешаю, чтобы получилась однородная масса. После этого мы добавим туда лимон, красный репчатый лук и укроп. Горячо. Посмотрим, как там корнеплоды. Да, пора класть морковь. Мне нравится этот рецепт. Он простой. Здесь нужно не так много ингредиентов. Еще пару минут, и все будет готово. Видите, он слегка загустел. Отличная консистенция. Думаю, все в порядке. Очень важно непрерывно взбивать, взбивать, взбивать. Иначе смесь пристанет к салатнику. Все, я закончила. Теперь добавим немного лимона. Красный лук. Соль. Белый перец. Мелко нарезанный укроп. А теперь все перемешаем. Попробуем. Это не слишком порезанно, но очень-очень вкусно. Я должна это попробовать. Я благоговею. Это очень просто и вкусно. А сейчас я нанесу визит в местную пивоварню. Мне нужно хорошее пиво для главного блюда. Это Стефан, председатель пивоваренной компании «Сталхаген Бьюери». Вы обещали помочь мне выбрать подходящее пиво для супа. Там есть сухая колбаса, сухие приправы, корица, тмин, свежие томаты и окунь. Первый сорт называется «Сталхаген 3». Стефан Бломквист. Очень-очень простое. Это светлый лагер. Держите. Жду его с нетерпением. А это пиво немного темнее. У него более коричневатый оттенок. Оно называется «темный лагер». Ладно, попробую вот это. Что делает ваше пиво таким особенным? Пиво «Сталхаген» изготавливается вручную, по старинным технологиям. Это значит, в процессе производства значительная роль отводится ручному труду. Но, как результат, конечный продукт выбирает больше ароматов из оригинальных ингредиентов. Это было вкусно. Мне нравится. Что вы думаете? Оно подойдет для моего супа? Думаю, тут надо кое-что учесть. Суп получится довольно острым из-за колбасок и все же довольно свежим. Мне кажется, можно взять и темное пиво с более насыщенным вкусом. Однако для вашего блюда я бы все же предпочел светлое. Это ваш фаворит? Да. Тогда я соглашусь. Возьмем это. Будем? Теперь у меня есть пиво. Пора готовить мое чудо одной кастрюле с томатами, колбасками и окунем. Для начала обжарим белый репчатый лук и немного сухих специй. Также добавим 4 зубчика чеснока. Его нужно растолочь. Готово. Отличная кастрюля. Когда-то она принадлежала моей бабушке. Я использую сухие приправы. Здесь тмин, корица и кориандр. Должна признать, что иногда у меня возникали сложности. К примеру, с тмином. Но это когда он один. В смеси с другими специями он совсем гармонирует. Это что-то вроде поэзии приправ. Или чего-то такого. Кладем лук. И сухие приправы. Кориандр, корица и тмин. Чеснок. Сухие приправы имеют одно преимущество. Стоит их только нагреть, так вкус многократно усиливается. Кладем томаты. Мелкий картофель. Вода. И куриный бульон. Варим, пока не размягчится картофель. Это займет 10-15 минут. А вот наш окунь. Из Балтийского моря. Он широко распространен в Воланде. Красивая и вкусная рыба. Хорошо. Нарежем эти колбаски. Мой окунь. Просто разделим. Хорошо. Посмотрим, сварился ли картофель. Отлично. Кладем сюда колбаски. Практически перед самой сервировкой кладем сюда рыбу. Будьте осторожны. Когда положите окуня, не мешайте суп, как безумный маньяк. Рыба может просто развалиться на части. Нам это совсем не нужно. Кладем сюда рыбу. Приправляем ее солью и перцем. Соль. Щепоть сахара. Вот так. И белый перец. Хорошо. Мы почти закончили. Я жду только приезда гостей. Привет, ребята. Рада, что вы приехали. Проголодались? Конечно. Несомненно. Нет, нет, Саймон. Возьми это ты. Это чудо одной кастрюли. То есть все готовится вместе. Здесь есть томаты, окунь и колбаски. Надеюсь, вам понравится. Подводя итог моего пребывания в Оланде, должна признать, что Миккель был прав. Здесь нужно обязательно побывать. Ваше здоровье. Будем. 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 Твое здоровье. Удачи в соревнованиях. Спасибо. Удачи с пивом. Фильм, переведенный и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok